В пятницу 26 июля в администрации района состоялась очередная сессия районного совета народных депутатов. Открыл сессию председатель совета Александр Брянцев, который огласил повестку дня, включавшую пять ключевых вопросов. В работе заседания приняли участие глава района Заур Хамирзов, его заместители, депутаты райсобрания, главы сельских поселений и руководители структурных подразделений администрации. Первым вопросом обсуждались изменения в решении Совета народных депутатов от 28 декабря 2023 года о бюджете района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Далее депутаты внесли изменения в решение Совета народных депутатов от 1 сентября 2023 года о структуре администрации муниципального образования Кашхабрский район. Третий вопрос касался утверждения перечня ключевых показателей эффективности деятельности главы района и инвестиционного уполномоченного, по которому доложила заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. С 2023 года в Республике Альгия начата работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта, в рамках которого в муниципалитетах начата работа по формированию муниципального инвестиционного стандарта. Муниципальный инвестиционный стандарт представляет собой комплекс правовых, организационных и экономических мест, разработанных для эффективного привлечения и использования инвестиций на муниципальном уровне. В целом, муниципальный инвестиционный стандарт является важным инструментом для создания благоприятного инвестиционного климата на муниципальном уровне. Его внедрение способствует ускорению экономического развития, росту объемных инвестиций, повышению качества жизни населения. Одним из обязательных условий внедрения механизмов муниципального инвестиционного стандарта является утверждение ключевых показателей эффективности деятельности главы муниципального образования Кашхабовский район и инвестиционного полномочного муниципального образования. Предлагаются подтверждения три ключевых показателя. Это объем инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования, объем инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования в расчете на одного жителя и количество инвестиционных площадок, предлагаемые фиденциальным инвесторам для реализации на территории муниципального образования. Показатели будут иметь годовую периодичность, то есть будут учитываться по состоянию 1 января каждого года. В целом, сессия прошла плодотворно. По всем вопросам повестки дня депутаты приняли положительные решения.